добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы поговорим о таком растении как спарыш еще называется горец птичий это однолетние травянистые растения семейство гречишных встречается по всей территории россии и украины растет во дворах на сельских улицах в садах парках на площадках по обочинам дорог молодых посадках по берегам рек с лечебной целью используют траву заготавливают в период цветения срезать ножом сушить на чердаках стеллажах в тени расстилая тонким слоем хранят холщовых и бумажных мешках срок хранения до трех лет спарыш применяют как самостоятельно так и в сборах с другими растениями действует спарыш как мочегонная противовоспалительная патогонная кровоочистительная тонизирующие болеутоляющие жаропонижающие и ранозаживляющие средства препараты спарыша растворяет и выводит камни из почек и желчные пузыря гонят песок улучшает обменные процессы в организме только его рекомендуют принимать как можно осторожней увеличивая дозу постепенно курс лечения начинать с маленьких доз настой растений рекомендует также при желтухе на фоне желчокаменной болезни горе птичей принимают нут при заболевании почек мочевого пузыря отеках почечного происхождения при отеках ног из отвара или из свежей измельченной травы делают компрессы на ночь настой растения принимают при нарушении солевого обмена подагре полиартрите ожирение а также как жаропонижающие при воспалении легких бронхитов бронхиальной астме приврите лихорадки кашля туберкулезе легких при воспалении слизистой ротовой полости при хрепоте его используют для полоскания принимает теплым внутрь спорыш изданно зарекомендовал себя как хорошее кровоостанавливающее средство при внутренних маточных кровотечениях после родовой период после аборта при обильных менструациях наружных кровотечениях кроме настоя можно применять и спиртовую настойку растениях растения оказывают аппетитное действие при гастритах вяжущие при поносах расстройстве желудочно-кишечного тракта дизентерии полезно при заболеваниях и лечении поджелудочной железы язве желудка и двенадцатиперстной кишки а также применять при сахарном диабете отвар применяют внутрь и используют для спринцевания при белях наружно при долго не заживляющих язвах а также ранах ушибах опухолях нарывах фурункулах и ожогах из настой или отвар растения делают промывание примочки свежую толченую траву кладут на пораженные места и из отвара делают ванночки и аппликации при кожных заболеваниях растение тонизирующее действует на нервную систему поэтому его применяют при нервном истощении как укрепляющее средство после тяжелой болезни при слабости упадке сил в старческом возрасте неврастении как спазмолитик при ревматических и головных болях для снижения кровяного давления отваром травы моют голову при перхоте он и крепляет волосы применение спарыша противопоказано при острых воспалительных процессах в почках и мочевом пузыре при беременности не рекомендуется заниматься самолечением как же приготовить настой одна столовая ложка сырья заливается одним стаканом кипятка настаивается в течение 30 минут процеживается перед употреблением принимаются по одной столовой ложке три раза в день за 30 минут до еды если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал спасибо за просмотр! спасибо! 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 спасибо!